МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вертолет Еврокоптер упал во двор частного дома в Сочи 1 ноября. По сообщению экстренных служб, жертвой крушения стал один человек. Пятеро получили травмы. В результате аварии жильцы дома не пострадали, говорит его владелец Геннадий Литвинов. Услышал большой гром, как бы сказать. Она только в дом зашла. Ну, что я могу сказать? Ну, Бог спас мою жену. Людей, конечно, жалко. Главное, люди. Их жалко. Машина, принадлежавшая компании «Ельцовка», летела из Красной Поляны в Эмеретинскую долину. По предварительным данным Федерального агентства воздушного транспорта, пилот мог совершать коммерческие полеты, проводить воздушные экскурсии. Это, отмечает ведомство, запрещено законом. Литвинов говорит, что понимает, когда летают военные вертолеты, но полеты прогулочных машин его возмущают. Это просто, я не знаю, какой-то беспредел, честно говоря. Почему над жилой зоной летают прогулочные вертолеты? Это, конечно, вопрос серьезный. По словам домовладельца, в его дворе разрушен сарай и повреждены два автомобиля. Причиной катастрофы вертолета могла стать техническая неисправность. Пятеро пострадавших доставлены в местную больницу. Премьер-министр земли Мекленбург, переднее помирание Эрвина Зелеринга переизбрали с перевесом 41 голос. Я лично очень доволен хорошим результатом. Представитель СДПГ Эрвин Зелеринг уверен, что партнеры поправящей коалиции прекрасно работают вместе, как на региональном, так и на федеральном уровне. Мы будем продолжать развивать экономику, чтобы появлялись новые рабочие места. При этом важно, чтобы росли и зарплаты. В то же время мы должны уделять внимание социальному единству в стране. 67-летний политик родом из федеральной земли Северной Реинвестфалии. Пост премьер-министра земли Мекленбург, переднее помирание он занимает с 2008 года. За него проголосовали 41 депутат, против 29 и один воздержался. В региональном парламенте у коалиции СДПГ и ХДС 42 мандата. Несмотря на ощутимые потери на региональных выборах в начале сентября, СДПГ все равно стала партией-лидером. Вторыми пришли правые популисты из альтернативы для Германии. Министром внутренних дел Земли Мекленбург, переднее помирание, и заместителем премьера остался представитель ХДС Лоренц Капьер. Немецкие чиновники не успели разработать национальный климатический план. Об этом журналистам рассказала министр охраны окружающей среды Барбара Хендрикс. По ее словам, документ должны были составить к началу климатической конференции ООН, которая состоится в Марокко с 7 по 18 ноября. На это мероприятие представители ФРГ должны были отправиться с четким видением того, как государство будет воплощать в жизнь требования Барижского климатического соглашения. Документ должны были утвердить на завтрашнем заседании кабинета министров, но ведомство Хендрикс не успело его подготовить. Защитники природы уже раскритиковали ведомство, обвинив его в попытке сорвать внедрение Парижского климатического соглашения. Черновик плана Барбара Хендрикс представила еще в апреле, но тогда документ не устроил канцлера Ангелу Меркель и министра экономики Зигмара Габриэля. Они отправили план на доработку. Министр охраны окружающей среды обвинила Меркель и Габриэля в блокировании документа. По ее словам, хоть Германию все считают одной из самых зеленых стран, на самом деле государство делает для защиты природы недостаточно и не успевает выполнить взятие на себя перед международными партнерами обязательства в этой сфере. Окончательный вариант национального климатического плана Барбара Хендрикс обещает представить в середине декабря. Подписав Парижское климатическое соглашение, Германия взяла на себя обязательство к 2020 году снизить количество парниковых выбросов на 40% по сравнению с уровнем 90-го года. Сторонница ИГИЛ напала с ножом на полицейских, которые прибыли к ней по вызову соседей. Атака произошла в городе Мюльхайм-Андер-Рур, расположенном в федеральной земле Северной Рейн-Вестфалия. Жители одного из кварталов услышали шум и увидели, как из окон квартиры летят табуретки, светильники и книги. Люди вызвали полицию. Хулиганка отказалась открыть силовикам дверь. А когда те сломали замок и проникли в квартиру, набросилась на них с ножом, выкрикивая «Аллах Акбар!». Полицейским удалось скрутить нападавшую. Женщину доставили сначала в отделение, а потом в психиатрическую клинику. При обыске в ее квартире нашли флаги и другую символику ИГИЛ. Кроме того, выяснилось, что 53-летняя дама и ранее попадала в поле зрения силовиков по подозрению в сотрудничестве с исламистами. В последние несколько месяцев в Германию захлестнула волна преступлений, которые совершают сторонники террористической группировки «Исламское государство». Среди них нападение, убийство и подготовка терактов. Сегодня во Франкфурте начался суд на 33-летнем сирийцам Маханна Дамка. Его арестовали во франкфуртском аэропорту в феврале 2014 года. Прокуратура Германии обвиняет его в участии в войне в Сирии, совершении военных преступлений и сборе пожертвований для боевиков ИГИЛ. Сторона обвинения настаивает на том, что обвиняемый совершил серьезный акт насилия. Однако, по мнению защиты Маханна Дака, заключения прокурора полностью безосновательны. Обвинение франкфуртской прокуратуры является фарсом. Я редко сталкивался с подобным абсурдом. Мой клиент – сирийский гражданин. У него вся семья жила в Алеппо, и он всего лишь отправлял им деньги. Адвокат считает, что после окончания рассмотрения этого дела, франкфуртской прокуратуре еще придется извиниться перед его клиентом. Прокуроры еще попросят извинения у Маханна Дака, потому что он пытался вывести своих родителей из города. Но франкфуртская прокуратура помешала ему это сделать, в результате чего его мать и отец погибли. За это прокурорам рано или поздно придется отвечать. Слушание по этому делу продлится 8 дней. Приговор должны вынести 5 декабря. Рано утром во вторник 45-летний мужчина въехал на экскаваторе по ступеням, ведущим к центральному входу в здание прокуратуры в Сеуле и попытался прорваться внутрь. Экскаваторщик по фамилии Чон травмировал охранника, повредил ограждение и разбил окно. Охранник стрелял в нападавшего из газового пистолета, но не смог остановить. Прибывшие по вызову полицейские применили газ и электрошокер, после чего задержали Чона. Тот объяснил свои действия гневом и возмущением в связи с коррупционным скандалом, в центре которого оказалось доверенное лицо президента Южной Кореи. По данным полиции, Чон, сотрудник фирмы по лизингу строительной техники, пригнал экскаватор на автопогрузчике за 280 километров. Ранее он неоднократно подвергался арестам за различные правонарушения. Возмутившая его женщина Чхве Сун Силь была задержана накануне после добровольной явки в прокуратуру. Она близкая подруга президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Чхве обвиняют в использовании ее влияния на главу государства для получения многомиллионных пожертвований от банков и корпораций для ее фонда. Президента также подозревают в том, что она допускала вмешательство своей подруги в государственные дела, передавала ей секретные документы и разрешала редактировать тексты своих выступлений. Экскаваторщик Чон заявил, что Чхве совершила преступление против государства, и он хотел лично наказать ее. Германия поможет Италии, пострадавшей от землетрясения. ФРГ предоставит помощь для ликвидации последствий разрушительной стихии. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефен Зайберт. «От имени немецкого правительства я хочу повторить итальянскому народу, итальянскому правительству, что когда бы и где бы ее не возникла необходимость, Германия по-прежнему находится на их стороне», — сказал Зайберт. Напомним, в воскресенье в Италии произошло землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр подземного толчка находился на глубине около 10 километров близ города Норче, область Марки. Трясти Италию не прекращает. Последний подземный толчок магнитудой 4,2 произошел вчера. С конца августа это уже третье крупное землетрясение. Первое магнитудой 6 произошло 24 августа. Тогда погибли 298 человек. Вечером 26 октября примерно в этом же районе произошла серия подземных толчков, наиболее мощный из которых магнитудой 5,9. Наибольшие из разрушений зарегистрированы в четырех итальянских областях — Марке, Умбрии, Лацио и Амбруссо. Эти кадры опубликовали итальянские спасатели. Спустя сутки после очередного землетрясения они обследовали завалы в городе Норче. Их пес, обученный находить выживших, внезапно залаял. Но под обломками здания находился не человек, а другая собака. И она шевелилась. Спасатели вызвали ветеринаров и стали осторожно разбирать камни, чтобы не потревожить животное. Один из сотрудников раздобыл миску с водой и дал собаке напиться. К приезду медиков спасательная операция была окончена. Пес оказался на свободе. Теперь ветеринары должны оценить его состояние и попытаться найти хозяев. Большая часть зданий в Норче устояла при подземных толчках. Местные жители говорят, что все это благодаря многолетним инвестициям в противосейсмическую защиту. Федеральный президент Юахим Гаук наградил немецких олимпийцев и паралимпийцев серебряным лавровым листом. Торжественная церемония состоялась в столичном культурном центре «Радиал Систем». Серебряный лавровый лист, главную спортивную награду страны, из рук президента получили 214 спортсменов, которые привезли с игр в Рио 99 медалей. «Спорт — это всегда преодоление. Это выход за пределы собственных возможностей. И никто лучше спортсменов не покажет нам примеры силы человеческого духа. Когда я думаю о молодой женщине, потерявшей обе ноги и все равно ставящей рекорды, когда я думаю обо всех, кто борется и побеждает, я просто не могу выразить, как я горжусь вами». Награда «Серебряный лавровый лист» была учреждена в 1950 году первым федеральным президентом Теодором Хойсом. В разное время ее получали Штефи Граф, Михаэль Шумахер, Себастьян Фетель и многие другие известные спортсмены. «Серебряный лавровый лист» традиционно вручают немецким призерам Олимпийских игр. А с 1933 года этим знаком награждают и пара олимпийцев. Лучший бомбардир в истории сборной Германии Мирослав Клозе завершил карьеру футболиста. 38-летний футбольный ветеран объявил о старте своей тренерской карьеры. По договоренности с главным тренером Бундестима Йоахимом Левом, Клозе пройдет стажировку по индивидуальной программе подготовки тренеров. После обучения легендарный нападающий войдет в состав штаба национальной команды. Мирослав Клозе – единственный обладатель четырех медалей чемпионатов мира. Он получил золото в 2014 году, серебро в 2012 и две бронзы в 2010 и 2006 годах. Клозе – лучший бомбардир в истории Бундестима и мировых первенств. Он также рекордсмен по количеству забитых мячей в финальной стадии Мундиалии. На его счету 16 мячей. В составе сборной Германии Клозе провел 137 матчей, в которых забил 71 мяч. Это второй результат после Лотера Матеуса со 150 матчами. Клозе играл за германские клубы «Кайзер Слаутерн», «Вердер» и «Бавария». С 2001 года по 2014 он выступал за сборную ФРГ. Летом 2016 года истек контракт Мирослава Клозе в римском клубе «Лацио». Около 15 тысяч человек собрались на футбольном стадионе в Мальмео, где папа римский Франциск I отслужил месту для католической паствы, состоящей главным образом из беженцев-эмигрантов из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Основная цель визита понтифика в Швецию – совместные с лютеранами воспоминания о 500-летии реформации и усилия по преодолению противоречий между двумя основными течениями западного христианства. В своей проповеди в Мальмео, через которые в Швецию попадает большинство людей, спасающихся от войн и конфликтов на родине, папа напомнил заповеди блаженства. В прошлом году Швеция приняла 167 тысяч желающих получить убежище, больше любой другой страны Европейского Союза в процентах к численности собственного населения. В последнее время многих шведов стал раздражать рост преступности в эмигрантской среде. В будущем году исполняется 500 лет с того дня, как богослов Мартин Лютер выступил против продажи индульгенций, отпущения грехов римскими папами. Это положило начало реформации, расколу церкви на католическую и протестантскую. Во время двухдневного визита папы в Швецию была подписана совместная декларация с лютеранами, в которой сказано, что у католиков и протестантов куда больше общего, чем различий и противоречий. Полиция пересадила министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона с велосипеда на лимузин. Причина – угроза теракта. Будучи мэром Лондона, Борис Джонсон всегда добирался на работу на велосипеде. Но теперь стражи порядка заставили нового министра иностранных дел ездить на служебном лимузине. Чиновнику не нравятся такие перемены, но он согласился, что является слишком узнаваемой мишенью. Об этом таблоидом рассказал друг Бориса Джонсона. Прибывая на посту мэра Лондона с 2008 по 2016 годы, Борис Джонсон значительно развил и велоинфраструктуру столицы. За годы его руководства в столице появилась разветвленная сеть велопроката, выросло количество велодорожек и велостоянок, были реконструированы и появились новые вело-хайвеи. Благодаря им люди с окраин могут быстро добираться на работу. Борис Джонсон неоднократно попадал в новости благодаря своей любви к велоспорту. Среди историй, попавших в СМИ, обвинение в нелегальной перевозке жены на велосипеде и нецензурная перебранка с таксистом. YouTube добился разрешения показывать ролики в ФРГ. Благодаря этому германские пользователи наконец-то смогут смотреть тысячи ранее заблокированных популярных видео. А видеохостинг снова заработает в Германии в полноценном режиме. Об этом сервису, принадлежащему компанию Google, удалось договориться с Гема, организацией, представляющей интересы правообладателей. Судебная тяжба длилась семь лет. Во время переговоров и судебных слушаний Гема всегда настаивала на разумном вознаграждении для членов нашей организации, композиторов, авторов текстов и издателей. Причем мы настаивали на компенсации не только в будущем, но и за использование роликов в прошлом. И дело тут не только в рекламе, на чем настаивал YouTube, а именно в монетизации вознаграждения авторов. Благодаря новому соглашению, 70 тысяч немецких авторов и музыкантов, чьи интересы представляет Гема, теперь будут получать лицензионные сборы за показ своих роликов на YouTube. А пользователи сервиса в Германии больше не будут видеть раздражающую надпись о том, что контент заблокирован. Ранее она появлялась при попытке загрузки более 600 роликов среди первой тысячи самых популярных видео. Сегодня грандиозный день для музыки в Германии, сообщает официальный блог YouTube. Это победа для музыкантов всего мира. Ведь теперь они получат доступ к фанатам ФРГ, а также смогут заработать на рекламе. Предыдущее соглашение между Германским обществом по управлению правами на публичное исполнение и механическое воспроизведение музыки Гема и YouTube истекло в 2009 году. С тех пор стороны никак не могли договориться о новых условиях. Финансовая сторона сделки не раскрывается. Верные фанаты Леди Гаги встречали ее в аэропорту Токио приветственными возгласами и поделками, изготовленными собственными руками. Сюжет некоторых картинок навеян новым альбомом певицы Джоан, названным по ее второму имени. Сизука Масубара поклонница со стажем. Я влюбилась в ее композиции. Когда у меня был сложный период в старших классах, мне помогли песни Леди Гаги. Ее документальный фильм научил меня преодолевать трудности. Студент Такуми Нисии рад, что его кумир сейчас выглядит уже не так экстравагантно, как прежде. Она снова стала человеком. Мне очень хочется увидеть ее на концерте, такой, какая она есть. В Токио певица прилетела в рамках промо-тура в поддержку альбома Джоан. Он занял первое место в американском хит-параде Billboard 200. Благодаря этому успеху Леди Гага обошла Бейонсе и Тейлор Свифт по числу лидирующих чартах альбомов. Теперь их у нее четыре. Мои токийские поклонники, я люблю вас. Жду не дождусь, чтобы спеть для вас песни из моего нового альбома Джоан. Самой яркой деталью в относительно скромном наряде певицы оказалась ее шляпа. Просто хотела сделать всех счастливыми сегодня. И, по-моему, розовая шляпа порадует каждого. Четвертый альбом Леди Гаги возглавил также чарты российского iTunes. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова